На улице Муравьево-Амурского пересечения фронта находится здание, которое в годы войны в Хабаровске было одним из главных центров агитации. Здесь работали художники, поэты, журналисты. И прямо в окнах они вывешивали плакаты, картины и стихи, посвященные борьбе с фашизмом. Эти плакаты распространяли по заводам и военным частям. Сейчас они хранятся в музеях города, и на них видно, как с течением войны менялось восприятие врага. Сначала это жестокий монстр, а после начала наступления советских войск уже жалкий и комичный персонаж. Многие плакаты дополнены стихами хабаровского поэта Петра Комарова. В музее имени Градекова хранится вот такой замечательный альбом, где собраны десятки стихотворений Петра Комарова, которые он написал в годы Великой Отечественной войны. И вот, например, здесь есть вот такой замечательный комикс о том, как Гитлер отправляет своих вояк на завоевание Советского Союза, обещает им наградные кресты и то, что они вернутся с награбленными богатствами. А в итоге все заканчивается их могилами и четверостишье. Идут крестовые вояки, стервятники из разных мест и получают после драки могильный деревянный крест. Автор Петр Комаров. Сотрудники Градековского музея в годы войны тоже не останавливали работу. Вели экскурсии, читали лекции о том, какие лекарственные растения можно заготавливать на Дальнем Востоке, или как делить клубни и картошки, чтобы получить максимально большой урожай. И дисциплина в музее была не слабее фронтовой. За опоздание грозила уголовная ответственность и срок. Был такой случай, когда двух сотрудников музея арестовали. Одного за опоздание на полчаса. Казалось бы, хотя если учесть, как работал общественный транспорт, какие были условия работы в принципе, когда после основной работы все абсолютно отправлялись, кто на разгрузку вагонов, кто на заготовку дров, ну или так далее, собирать металлолом. То есть свободного времени практически не было как такового. И тем не менее уступок тоже не было. Интересно, что именно в годы Великой Отечественной войны в Хабаровске появился Театр Юного Зрителя. Тогда на Дальний Восток был командирован Ленинградский Новый Театр. Спектакли играли в здании современного театра драмы. А в 42-м году молодые артисты решили проявить инициативу и обратились в администрацию Дома пионеров с предложением организовать на этой площадке профессиональный театр для детей. Они работали менее года, но выпустили несколько спектаклей. «Снежная королева», «Таинственный остров» – это по Жюль Верну, то есть детский репертуар. Они пользовались очень большой популярностью. В 1943 году артисты уехали, но идея детского театра так понравилась горожанам, что в тот же год Тюз получил официальный статус городского театра. И сегодня, 80 лет спустя, сам факт рождения Театра Юного Зрителя в разгар войны является напоминанием о том, что даже в самые сложные времена нужно надеяться на лучшее и творить добро вокруг себя. Наталья Смоленинова, Павел Легалин для Большого Города.